Доброе утро, девочки! Доброе утро! Так, а ты чего делаешь? Козовый саргамал с молоком. Да? Любимая еда, да? Я говорю, как сухой корм для собак и кошек, так и для детей. А они вот привыкают. И прям больше ничего не надо. Хрустит. Ну ладно, доброе утро, девочки! Рызы-рызы, канапаты убил детскую. Лопаты. Лопаты. Вот мы выучили две строчки. К приезду родителей, да? Ну а весело прям можешь сказать? Прям весело, ты же умеешь. Весело, громко. Ну? Рызы-рызы, канапаты убил детскую лопатой. Молодец! Ну, потом будем дальше учить, да? Да? Скажи, надо оно мне? Надо, Саша, надо. Надо учить, надо запоминать. Бабушка легла отдохнуть, а он вон, вон мне тут устраивает. Танцор диска. Нашла игрушку старую. Ой, целый день бы вот так. Попой крутили бы, да? Сколько энергии у них. А тут уже все, устала, и надо полежать. Ой, девчонки, как мне хочется вот это все состричь. Вы не представляете. Как я люблю, когда у меня вот так коротко все. Господи, они во все стороны. Ну что вот это? Да полное безобразие, Господи, что? Их как не чеши в какую сторону, они все равно все куда хотят. Да, Саша? Да. Приеду в Крым, обстригусь опять. Не могу я такая ходить, вот это все. Укладываться я не умею, потому что я всю жизнь кудрявая была. И, в общем, так я и это. Раз, два, три. Да оно мне надо укладываться. Вот скажите. А? Ну что это? Ужас. Метлы не хватает. Метлы не хватает. Два, три. Куда ты? Как ежик топ-топ-топ-топ-топ побежал. Нет, я ежик бегу сеньки. Угу. Бежу, отдыхаю. Блин. Теперь, теперь назад ко мне скачи, а то я тебя не вижу. Вот так вот мы, вот так мы и скакаем тут. То так, то эдак. Господи. Ой. Ну вставай. Скакун. То прыгает, то скачет, да? Скажи, бабушка, было бы тебе три года, и ты б скакала, правда? Да. А то, скажи, стала старая. Да. Все, болит, вот и лежишь. Да. Да, вот так. Я с тобой согласна. Ну вот, помыл голову. Не знаю. Ну, вроде поприличнее. Чистая бабушка. Мы ждем-ждем родителей целый день. Они никак не при не вернутся. Вот, читали сейчас стихи про самолет. И бабушка сделала самолет ребенку. И у нас даже есть пассажир, да, Саш? Слон у нас, вон, видите, пассажир какой. А Саша у нас летчик. Но не верит, что это самолет. Говорит, не настоящий. Я говорю, почему не настоящий? Крылья есть. Кабина пилота есть. Да? Ну. Ну, в общем, короче, фантазии пока у парня нету. Пока не умеет он придумывать. Да? Ты летчик? Угу. Угу. Только не настоящий, да? Да. Эх. Ну, ладно. Может, родители оценят, приедут. Ждем-ждем. Сказали, 8 часов. Время уже вот 5 минут 9. Пока нету. Пока нету. Да. Остановилось. Чего остановилось? Время? А что? Не время. А что остановилось? Часы нет, часы идут. Часы идут, Саш. Оно остановилось. Остановилось. Да нет. Так. Идут. В общем, короче, мы с ним читаем. Так. Читаем. Так. Бартови, Халкова. Ха-ха. Ну, ждем. Ждем. Вот прям с минуты на минуту. Ребенок острадался. Чуть чего в слезы. Чуть чего начинает губы дуть. Бабушке нервы трепать. Ужаскариба. А тут треснуло. Треснуло? Да ничего там не треснуло. Все там нормально. Стол такой чумазый. Помыть бы его надо. Чего не моешь свой стол-то? Взял бы тряпочку и помыл. А где тряпочка? Прям готов сейчас мыть? Да сейчас, подожди, попозже. Не моет, что ли? Да. Вы смотрите, какое яйцо огромное. Ребенок прям в замешательстве. Приятно. Да. Попробуй, Ма. Ой, да мне нельзя, Сань. Давай я вон там кусочек сейчас. Вот этот вот маленький. Давай открывать. Давай. Да, самое-то интересное. Санта, открывай. Сил не хватает. Ты уже почти справился. Давай. Да что ж. О, открывай. Ой, что ж там такое. Там огромный какой-то герой. Кто это? Ой, тут из черенков. Ой, там куча у нее. Это Тор. Это Тор. Тот самый Тор. Давай, укладывай сюда. Вот он. Давай сюда его ложим. Вот это у тебя такой на пьедестале будет Тор. С молотком огромным. Долгожданные родители вернулись. В лоно семьи. Вот родители вернулись. Вот он Тор, смотри. С молотком. Такой здоровый, мощный Тор. Еще у него здесь. Смотри, что есть. Что-то все, что ли? А, вот так вот как-то. Куда это? Вот обставляется. А, вот так что ли? Да, вот. Убрасывай, конечно. Убрасывай. Убрасывай, конечно. Папа, я убрасываю. Молодчина, давай. Папа. Ой, какой папа. Да, папа принес. Ух ты, какой огромный. Ух ты, какой огромный. Держи, какой. Держи. Ух ты. Ух ты, да. Неси, неси, неси. С добрым утром, мои девочки, дорогие. Саша сегодня отказался с вами здороваться. Вот так. Приехали родители и все. И сказал, не хочу. Власть переменилась. Вот. Привезли вот такую книгу Гриши. Гриша у нас очень любит оружие. Вот видите у него. Все. Вот оружие, оружие, оружие. Хотя в армию он не пойдет, потому что у него страшное плоскостопие. Но очень любит оружие. Вот. Костя ему привез такую энциклопедию по оружию. Вот. А к чему я это все? Девочки, я первый раз боюсь возвращаться в Крым. Вот прям боюсь. Почему? Во-первых, судя по украинским блогерам, прям нагнетается какая-то война. Что Россия хочет захватить что-то. Ну, ладно, думаю, ладно. Это Украина. Мало ли, чего они говорят. Мало ли там что и как. Но в интернете уже есть видео, где техника военная по Ростову ночью идет колоннами на юг. И это, согласитесь, очень беспокоит. Я хотела Сашу с собой забрать. Но в связи с такими делами Сашку забирать я не буду сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Не хочется, конечно, никакую панику нагнетать. Я сама не любитель паники. Но как-то мне это очень не нравится. Мои все собрались, поехали на дом. И ребят забрали. А у меня даже нет настроения. Вот. И надо мне уже выезжать. Ну, понятно, сначала в Питер, потом в Москву. Ну, как-то прям... Ну, согласитесь, ну, неприятно. Что ожидает? Что будет? Вот. Ну, прям вот... А я еще, знаете, у меня такая... Я не паникерша, но у меня какая-то чуйка есть. Это, может быть, из-за возраста, не знаю. Ну, как-то у меня вот прям... Не знаю, что делать. Напишите мне, пожалуйста. Может, есть у кого-то какие-то сведения? Девчонки, а? Напишите, пожалуйста. И не только девчонки. Мужчины-то тоже смотрят. Пусть немного, но смотрят. Может быть, что-то есть. Ну, прям вот, да. Я все эти дни вот тоже думала. Ехать надо, потому что надо сажать. У меня там и цветы, ну, и вообще надо же сажать весна. Вчера вот мне Лена звонила. Приятельница моя с волны. Ну, прям не знаю, что делать. Сами понимаете, не хочется попасть в какую-то передрягу. Ну, в общем, короче, не знаю, что делать. Ну, и вообще, начнется какая-то заваруха. Пропадет интернет наверняка. Не будет связи никакой. Не дай бог, что там аптеки закроются. Я же просто умру без лекарств. Мне уже Таня говорит, закупай заранее. Да, на сколько ты их закупишь? Ну, в общем, что-то ужасно, как-то неприятно. Вот так вот. Костя, были с Таней вот неделю в Москве. Съездили к сестре. Сходили к бабушкину могилу. К маме, к моей. Он приехал, мне новости всякие рассказал. Что, оказывается, меня смотрят. Мои родственники и даже бывший муж. Привет вам всем. Ну, в общем, короче говоря, мне тоже надо. Мне тоже надо к сестре и к маме на могилу. И, в общем, я думала, что я сейчас сгоняю в Питер, потом в Москву и вернусь в Крым. Ну, где-то вот. Может, на майские праздники там или после них. Ну, прям как-то... Так что напишите, мои дорогие, если у кого-то есть какие-то сведения. Не из телевизора, понятно. Ну, и надо что-то решать. Вот так вот. Я ещё раз говорю, я не паникёрша. Просто я пытаюсь как-то вот это всё разложить по полочкам, прикинуть, что и как, в случае чего. Вот. Ну, ладно, я на этом заканчиваю. На душе неспокойно, как-то не очень. Ну, ладно, посмотрим. Поживём, увидим. Пока-пока, мои хорошие. Ещё Питер впереди.